Добрый вечер! Но он просто уже рвет нашу страну как минимум. Друзья, у нас в гостях сегодня создатель, режиссер, продюсер нашумевшего фильма «Биф. Русский хип-хоп» Рома Жиган. Рома, привет! Ура! Привет, привет, привет! И также создатель ленты, команда, правда, не в полном составе, Альпакс, Андрей Алексеев. Человек-команда. Да, Андрей, привет. Андрей, привет. Можно добавить? Конечно. Человек, без которого красоты в этом фильме просто бы не было. Человек, отвечающий за все самые красивые кадры в этом фильме. Да, это, собственно, Андрюха. Андрей, дай голос. Ванька Гарик, да, это те люди, которые создали, собственно, вот ту картинку, которую мы видим потом в кинотеатре и говорим «Вау!». Вау. Смотрите, ну, фильм уже идет неделю, на самом деле, разные вообще такие мнения, вопросы, но резонанс есть. Давайте так, фильм, с чего вообще начался? Давайте предысторию небольшую расскажем. Сначала, мне кажется. Он снимался много лет, да, Рома? Это твоя вообще была идея? Ну, 8 лет назад начали снимать. На свои средства, просто, сами. По сути, да. Не ожидал, что там появится столько городов России. Вообще, почему биф? Бифа, тарамс между рэперами, это мясо, это разборки. Случилась разборка между рэперами. Приехали из Германии куриные мужья, которые ругали меня очень долго в песнях. Приехали в Москву, в Россию давать концерты. Так. Мы с ними увиделись, сняли хорошую рекламу для фильма. Я понял, ну, если есть реклама для фильма, то нужен, собственно, и сам фильм. Из того, как бы стартовали съемки. Ты начал это один делать? Да, один, я взял камеру и начал. Ну, со мной был Виталий Кичатов с Казахстана, рэпер, пацан. Но он потом в Казахстан уехал, у него там были свои дела. Я его понимаю, у него сейчас семья. Он, кстати, сегодня звонил, в Казахстане смотрел фильм, очень понравилось, позвонил. Начали с ним, нескольких рэперов сняли, он улетел. Потом я один брал камеру, уехал в Краснодар, окей. Поехал в Краснодар, группу Триада снял. Там Гукова, там, поехал в Гуково, снял Рэм Дигу. Ну, то есть я это делал непрофессионально, знаете, как человек... Ты так созванивался, ну, типа, давай поболтаем. Бро, что делаешь? Я дома, давай я заеду, для фильма тебя снимем. Ну, и плюс какие-то куриные мужья сами приезжали. Куриные мужья, да, они сами приезжали и уезжали. Вот. Не всегда довольны, вот так вот. Ну, всякое бывает. Да. Ну, в общем, поехал, снимал, 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 снимал и набрал какое-то количество материала. А в тот момент компания Альпакс в лице нашего, скажем так, талантливого и неповторимого Андрея Алексеева снимали мне тогда какие-то клипы, да, какие-то клипы на какие-то из треков. Вот. И я понял, что у меня набралось много материала, который, в принципе, уже можно выпускать. И я пообщался с Андрюхой, говорю, Андрюх, у меня есть хороший материал для фильма. Давай мучить. Да, давай делать, давай смонтируем, вы круто монтируете, надо посмотреть. На что Андрюха, конечно же, ну, сказал, давай посмотрим, подумаем. Но я, если честно, тогда не увидел в его глазах азарта. Типа, ну, типа, сери, о, фильм, типа, мы клипы монтируем. Андрей, почему не было азарта в твоих глазах? Ну, наверное, было связано с тем, что я, наверное, в то еще время не так плотно сидел на рэпе. То есть я знал, конечно, артистов, да, я более-менее был знаком с их творчеством. Я знал Рому, там, еще каких-то друзей. Но не настолько всеми, да? То есть первое мое видео — это рэп-клипы «Друзья». Да, с этого все и началось. Мне это было интересно, как с точки зрения творчества, именно визуализации. Ну, такой режиссуры, то есть, создание видео. Да, я занимался этим. Я не могу сказать, что я слушал там только рэп. И, наверное, когда вот как раз Рома предложил это все сделать, мне стало интересно как-то в это погрузиться, но я был не настолько плотно в теме. Вот. И поэтому потом, когда уже пошел процесс, когда мы начали все это делать, там, конечно, уже это все обрело другой смысл для меня. Добавлю, можно, брат? Андрюха, посмотрев весь материал, он... Я думал, как сейчас? Отдам материал, мы сядем, смонтируем, выпустим фильм. Андрюха, он к этому, скажем так, фильму подошел немножечко вот, как вот мастер, да? Он глазами мастера посмотрел на тот материал, который есть, и сказал, этого недостаточно, давай доснимем, давай что-то доснимем, добавим туда вот именно картинку. Слушайте, а подождите, вот я правильно понимаю, в фильм же вошло и то, и то, вот то, что ты начинал снимать сам, это же тоже есть в конце, да, по-моему? И так, и не только в конце, и по ходу фильма это появляется, да. По ходу фильма тоже, то есть появляется оба, ну, как бы, периода временного. А там видно, там очень-очень хорошо видно, где непрофессионально, где, может быть, с руки, где там в Растфокусе кто-то появляется, это я. Горизонт завален, ковер сзади вот эта вот тема. Ты все прекрасно понимаешь. Я поэтому и молчу, что... Друзья, мы все прекрасно понимаем, но не все из нас, поэтому мы и будем дальше вам все это объяснять. Смотрите, у нас сейчас есть Лев Валерьянович, который будет петь песни, но Элвана нет в фильме, да? Элвана же нет. Как это нет? Есть Элван? Как ты посмела? Элван есть, нет мото. Мы его год, мы за ним год бегали, чтобы он был, и ты говоришь, его нет. Ой, как же. Ром, вы год бегали, усмотрите, как постарел человек. А, ну-ка, давай посмотрим. Сейчас будет диско, Илья Валерьянович. Что сделали с человеком? Добегался. Будьте с нами, смотрите, слушайте, подключайтесь. Вау, полетели. Мы тут собирались, знаете, друзья, потанцевать по парам, да, вот как нам и советовал Лев Валерьянович. Ничего не вышло, Лиза одна, мы не смогли ее поделить. Спасибо. Ну что, у нас Рома Жиган. Да, Андрей Алексеев. Рассказываем ты о чем мы, говорим ты о чем, напомни нам. Друзья, вышла обалденная лента, называется «Биф. Русский хип-хоп». Это «Документалка». Крутой фильм, который снимался много лет, сейчас он идет во многих городах России. Мы много лет пытались убрать вообще слово «документальный» и поставить художественно-документальный боёбик. Не об одном человеке, не об одной группе, а о целом жанре. Но я понимаю, что нам не удалось скрыть слово «документальный», потому что везде, на всех телеканалах. Вчера Ургант на всю страну объявил документальный фильм. Ну да, а я думала, наоборот, что так позиционируется. Нет, мы старались уйти от этого, потому что кинотеатры, ну, побаивались, да, вообще слово «документальный». Но после первого уикенда мы побили вообще всех в документалистике, чтобы вы понимали, все фильмы, которые были до, они уже все, они как бы все, их нет. Мы номер один, мы сейчас побили все рекорды, и я своим друзьям с РФГ сказал так, который до сих пор мне говорит, не надо документально. Я говорю, ребят, лучше мы будем первые в документалистике, чем последние в художественном кино. То есть реально мы сейчас номер один, мы на вершине горы. То есть сейчас посоревноваться с нами там в сборах, ну, не может никто. Вот смотрите, мне очень важно донести до зрителей и слушателей, вот в чем миссия. Вы снимали это как бы просто сами, не ожидая такого успеха, что появится все, в таком ключе это все разрастется, правильно? Ну, да. То есть снималось это как для интернета, для того, чтобы донести какую-то правду? Я в 2014 году, у меня опустились руки в какой-то момент, когда долго все это делалось, когда... Затянулось, да? Да, затянулось. Я в 2014 году написал в интернете, ребят, все, нет сил, домонтируем фильм и выкладываю в интернет бесплатно для всех вас. Ну, типа из серии были даже такие помыслы, Андрюха это помнит. У меня бывают такие моменты, когда я слишком эмоционально готов на все, а бывают такие моменты, когда все, не хочется ничего. Нас в том году позвали участвовать на самый топовый кинофестиваль в мире. Ну, то есть один из самых топовых, их всего семь. Кинофестиваль класса А. Наш ММКФ самый старый после венецианского. История вообще удивительная была. Я был в Саврополе, мне позвонила девушка, алло, здравствуйте, Роман, мы хотим вас пригласить на наш кинофестиваль. Я говорю, девушка, мне не интересно, спасибо. Нас мой друг уже пригласил на кинофестиваль Олег Токтаров, Бридж оф Артс. Сейчас мы поимем туда. Она говорит, Роман, вы поймите, у Олега очень хороший фестиваль, но он другого класса. У нас класса А, их всего семь в мире. Молодец. Так, 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 а ну-ка, что вы там имеете в виду? В общем, это, в принципе, был переломный момент в фильме. Я думаю, вся команда согласится с этим. Мы встретились и поняли, что нас приглашают. Многие люди занимаются, которые кино, видеотворчеством, мечтают попасть на этот фест. А нас позвали туда после просмотра трейлера, который ребята смонтировали, Альпакс, Ванька Гаррика, Андрюха Алексеев. Они посмотрели этот трейлер и только не видя материала, не видя просмотровки фильма, они пригласили нас на участие в этом фестивале. И вы знаете, это, конечно, это топовая история, но потолку поскольку все рэперы распи... пи... дяи, вот, мы не успели получить прокатное удостоверение. И? И мы висим до сих пор в программе документального кино на ММКФ 40 юбилейный, но мы там не участвовали. А, красава. Потому что мы... Зато можно же лайфхак, можно же долго там висеть и следующий, и потом, и потом. Не, ну потом уже никто не возьмет, потому что ММКФ, у них такая, скажем так, политика, что они только новое кино берут. Примеры, примеры. Да, примеры. Если мы сейчас через, там, ну, летом будет, в конце лета будет ММКФ, мы принесем о моем фильме, они скажут, что нет, ну, он уже как бы в прокате был. Ну, ребята, хорош. Да. Смотрите, я тут уже, ну, ханулась про Элвана. Давай-ка. Мото, нет, как вообще? Ты выбирал, кто в фильм попадет, кто будет участником, кто нет, потому что сколько там у тебя рэперов ты собрал интервью? Ну, не у тебя, а у нас. У вас. Да, у нас, ты знаешь, где-то Андрюха говорил, бро, нужно вот снять этого, я с ним спорил. Я говорю, братан, ну... Ну, нет. Ну, куриный муж, ну, зачем он нужен? Он говорит, нет, ну... Курицу еще бы взяли. Курицу может быть, может быть. Так. Ну, вот, куриных мужей я не хотел снимать. Так. Нет, надо. Ну, блин, ну... В итоге мы не снимали куриных мужей, у нас все достойные, все максимально достойные. Вот, и на этих, и на этих словах мы сейчас и перейдем к тому, что нас всех кормят и позволяет сидеть здесь. Реклама, дорогие друзья, никуда не переключайся, мы скоро вернемся. Друзья, 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 у нас цвет настроения биф. Вот такое есть у нас настроение. Да, с Андреем и с Ромой здесь у нас происходит. Мы остановились на ММКФ. Кто не знает, это кинофестиваль такой, который входит в семерку топ-фестиваля. Да, Московский международный кинофестиваль. И тут, и тут вот на противопоставлении я тут вспомнил, где у вас была премьера. То есть с одной стороны вот этот кинофестиваль, а с другой стороны премьера. Где, Рома? В октябре. А не в Люберцах ли она была? Не, а это региональные премьеры. Региональные. Мы Люберцами закрыли вообще региональные премьеры. Почему? Расскажи. Первая премьера была в Краснодаре, вторая в Ростове, третья в Саратове, четвертая в Москве, пятая в Санкт-Петербурге, потом Екатеринбург, потом Тюмень, потом Балашиха, потом Люберцы. Это региональные премьеры. Мы думали и дальше ездить, но просто Люберцами закрыли. Это такой любимый город мой. Очень много связано с этим городом. Решили закрыть Люберцами. А ты сам, насколько я понимаю, из Братеева? Ну, где-то рядышком, да. Да, я в Люберцах провел большую часть времени. Да, я с тобой захорешусь в прямом эфире. Я просто из текстильщиков. Я родился и вырос, там мы практически с тобой, у нас по одной дороге. Не, у меня студия звукозаписи, студия звукозаписи «Октава» находится между текстильщиками и Братеева на улице Люблинская, 66. Я знаю, где это. Это да, здание Макдональдса. Приезжайте все. Лучшая студия звукозаписи. Спасибо, пацаны, спасибо. Теперь вопрос. Пожалуйста. Смотри, Рома, вот то, что сейчас, ну реально, хип-хоп и рэп по-прежнему, ну главный, так скажем, музыкальный жанр у нас в стране. 100%. Но все-таки он немного видоизменился, на мой взгляд. Вот что ты скажешь? Вот твоя оценка по поводу современных хип-хоперов. Послушай, ну если бы сейчас хип-хоп был бы таким, каким видел его дедушка Влад Валов, он сейчас был бы очень... Давай вопрос. Он не был бы таким популярным жанром, как в каком-то из интервью дед позволил себе сказать, ну чё, я занимался очень долго этим жанром, а потом я позволил всем читать трэп. Хочу сейчас заявление сделать, уже второе. Влад, спасибо тебе большое за то, что ты разрешил нам читать трэп. Без тебя этого всего бы не было. Я присоединюсь, кроме, а мне слушать, раз ты разрешил кого-то читать, значит мне разрешил слушать. Да, у Влада огромное эго такое, которое, не знаю, откуда берется. Все, вот буквально все относятся к нему с уважением за его как бы дела, которые он сделал для, в том числе, этой культуры. Но у него какое-то всё равно восприятие всего немножечко не от мира сего. То есть он думает, что он придумал хип-хоп. Ну то есть это как по мне. Но человеку не понравился фильм, он мне сперва пишет в личных сообщениях, что типа меня очень мало, а потом пишет у себя пост, что этот фильм субъективное мнение на хип-хоп от Рома Жиган и его друзей. Ну типа из серии, знаешь, я наоборот старался сделать объективно. Взял туда Фейса, взял туда Фидука, взял туда таких артистов, на которых олдскульщики смотрят и говорят, ну зачем, бро? Ну типа ну зачем? Я говорю, ребят, если вам что-то не нравится, снимите свой фильм о хип-хопе. Ну конечно. Я хочу объективно показать все стороны этого жанра, все грани. И тут надо отметить, что почти 130 творческих единиц представлено в фильме. Мне один, вот читайте между строк, мне один самый талантливый рэп-артист, по крайней мере из этого фильма, однажды сказал, бро, ну зачем ты снял этого терпилу типа в фильме? Я говорю, бро, смотри, если... Можно с именами слушать. Зачем? Если этот человек имеет отношение к хип-хопу, если его лицо висело на каждом билборде и на каждом самом топовом телеканале клипы крутились, я не знаю, там по 200 раз в день, и он имеет огромное отношение к хип-хопу, целый пласт, он воспитал, скажем так, не одно поколение своим рэпом, бро, он будет в этом фильме. Если ты скажешь удалить твои кадры, твое интервью из фильма, потому что он там есть, я удалю твои кадры и его оставлю, потому что как кто решает свои вопросы, мне плевать, это личная жизнь каждого, да, личное дело каждого. Но если мы снимаем фильм, объективный фильм о хип-хопе, мы должны снимать объективный фильм о хип-хопе, не предвзятый. Если бы я снимал о тех людях, кому лично я респектую, кого я уважаю, это было бы 5, 7, 10, максимум 15 человек. Это был бы фильм о хип-хопе, о друзьях Рома Жигана. Да, который показали бы на твое 50-летие потом. Вот, да, на 50-летие. Миша бы его провел. Может быть, даже на 60-летие, именно, да, на юбилей. Так, друзья, важная информация. Выпили бы и поговорили. Наши зрители и слушатели, если вы хотите задать парням вопросы, пишите. Друзья, дорогие, если вы думали, что мы, знаете, встали и разошлись, нет, все так же здесь. Юбилей продолжается. Да, юбилей продолжается, все верно. Друзья, у нас в гостях Рома Жигана, Андрей Алексеев, создатели фильма «Биф русский хип-хоп». Смотрите, когда, все, фильм вышел, прошли вот эта вот серия премьер в разных городах, вот вы сейчас что чувствуете? То есть довольны, недовольны? Да, денег хватило, нормально. Какая вот сейчас обратная связь идет от разных людей, может быть, от участников киноленты, участников и так далее? Ну, вообще, наш фильм, это, конечно, не про деньги, да, то есть, когда все это начиналось, мы делали все за бабло. Да ладно. Такого понятия, как хайп, да, сейчас модного, сейчас особо не было, просто хотелось сделать что-то хорошее, да, чтобы, ну, именно показать людям, как-то раскрыть, потому что очень много... Культуру вообще. Да, мы же слышим артистов там по радио, там, видим их клипы, но мы никогда практически не встречаем их мысли, да, что они думают на самом деле. Очень часто бывает, что... Ну, вообще, что для них хип-хоп, по сути, они же разную музыку творят. Как правило, есть сценический образ, и он очень часто отличается от настоящего образа, да, от данного человека, какой он есть на самом деле. Ты про Big Russian Boss? Ну, в том числе, да. О, это было забавно, да. Хотелось очень это показать, вот, и тогда не было, конечно, как бы в мыслях то, что мы хотим там что-то денег заработать. Хотим. И мы, наверное, конечно... Сейчас. Не заработаем столько денег, сколько мы туда вложили. Мы делаем это за бабло. Да, у нас, в общем... Исключительно. Слушайте, вот так... Да, но сейчас, сейчас есть какое-то ощущение, по крайней мере, какой-то легкости, потому что, правда, столько лет мы это все делали, были разные сложные моменты. Очень. Были тяжелые моменты. Мы ругались очень. Да, мы типа ругались там. Какие? Вы не могли договориться, как это все будет выглядеть в финальном исполнении? Мы не могли договориться, как бабло делить боем. Ну, не, ну, серьезно. А по поводу чего вообще конфликтовали? На самом деле, ну, много, много моментов. Ты знаешь, рабочий процесс, он такой, он тяжелый. У меня видение на некоторые, скажем так, творческие моменты. Одно у Андрюхи другое. Там у Сани Сержантова третье. Там у Вани Гарика четвертый. И все. И это спор. Спор рождается истинно. Вот. А подольку, поскольку я такой немножко тяжелый человек, в плане, я начинаю доказывать еще более как-то. Я говорю, вот что? То есть в конце ты просто всекаешь? Нет, в конце мы договариваемся, жмем по рукам, слава богу. И мне повезло. Все-таки угрозы срабатывают. Мне повезло очень сильно с Андрюхой Алексеевым, в прямом смысле этого слова. Пусть это не звучит слишком, да. Папусно. То, что с этим человеком мы находим всегда общий язык. Хотя еще давным-давно на съемках видеоклипов моих постоянно были споры. Постоянно была ругань. Но этот человек, он такой, он может, знаете, как это все, как мясорубка, типа, взять, перемолоть, так все, выкинуть. Такой, окей, теперь дай я сделаю, как я умею. Делай, 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 как ты умеешь, когда все выплеснул уже. Вот. Почему мы начали это делать, почему, какие цели преследовали. Андрюха вот свою точку зрения высказал, я выскажу свою точку зрения. Как бы это ни звучало, мне вот сейчас ваш гример очень замечательная девушка. Они вообще с хихо в тусовке. Да, она мне сказала, что ей нравится мой трек «Мирное небо». Но даже несмотря на это, как рэпер, как творческая личность, я пока еще себя не реализовал. То есть у меня сейчас только будут выходить альбомы, и там я могу показать, что я могу именно в творчестве. До этого не было. Фильм это, знаете, как у Легалайза было «Что ты сделал для хип-хопа в свои годы?» Вот мы с Андрюхой можем четко и ясно заявить. С каким? С Алексеевым или с Легалайзом? Или с тем и тем? С Алексеевым, с Легалайзом и с любимым другим Андрюхой. Да, и с Зубовым, который из базы. Мы можем сказать, мы сделали для хип-хопа в свои годы многое. Мы оставили жирный след, мы написали летопись, летопись хип-хопа. Вот взяли от отрывок времени, допустим, от конца 80-х до наших дней. И мы просто это описали, мы показали. Кто сможет сделать лучше, дерзайте, пробуйте. Может быть, у кого-то получится сделать лучше, но я не думаю. Парни, а такой вопрос. А вот вы сделали, выдохнули. А не осталось такого послевкусия, недосказанности? Конечно, второй биф. Готовим второй биф. Когда? Ну, пока точно не можем озвучить дату и не будем этого делать, потому что мы с первым бифом озвучивали дату раз пять, наверное, да? Слушайте, да даже не про дату, вот раз дата. Да ладно дата, про что? Что не вошло? Что будет? Очень много всего. А будет что-то досниматься? Будет, конечно, что-то досниматься будет. И люди, которые... Люди хотят всегда больше. Получают что-то хорошее, они говорят, блин, ну вот маловато, хочется еще вот этого. Мы же тоже анализируем. У нас целая команда работает людей, начиная там от маркетологов, кончая там, не знаю, креативными директорами. Вот. И мы выпускаем этот фильм не с кем-то, а корпорацией РФГ, в конце концов. И там люди как бы, ну, знают, что делать. И мы подумали, что есть моменты, которые можно еще показывать, показывать и показывать. У меня вообще была идея, я с ней делился неоднократно, я хочу сделать многосерийный фильм. А, то есть цикл, цикл такой, да? Да, три сезона по 15 серий, каждая серия 30 где-то минут, 25-30 минут, многосерийная история о хип-хопе. Документальный. Конечно. С Парфеоновым. Да, Парфеоновым позовем, да, всех-всех туда, да, Познера, всех, Соловьева. Вот, пусть Рамсятка. Да, пусть разные, разные жары. Хорошая идея, Соловьев, чтобы позвал к себе рэперов, все, кто чем-то недоволен. Вот, да, самые конфликтные такие. Это может затмить Версус Баттл. Я просто вижу, как Соловьев говорит, пошумим. И все, вау. Нет, на самом деле, хотели и хочу, и думаем, что сделаем это, потому что пока что мысль обив два, но у меня все-таки живет идея, очень много материала отсняли за это время. Максимальное количество материала, которое просто не хочется выкидывать и списывать со счетов. Его нужно показать. И, может быть, будет, да, многосерийная история, биф, которая будет там на три сезона. И это даст еще почву для дальнейшего, скажем так, творческого развития фантазии. Мы можем фигачить, фигачить и фигачить, снимать, снимать, снимать. То есть появляются новые звезды, появляется там Big Baby Tape, допустим, да, или кто там еще у нас из фрешменов. Ну, такие прям яркие. Гонфлад, Гонфлад. Гонфлад, Big Baby Tape, да. Мы берем, договариваемся с ребятами, если они не против, конечно же, подъезжаем, снимаем их. Вот, пожалуйста, новая серия о новой школе. И ведь сейчас хип-хоп настолько популярный, что он растет с геометрической прогрессией, как грибы после дождя, и мы видим эту, скажем так, моду на этот жанр. Люди появляются просто неоткуда. И там я вчера ехал, слушал в машине радио, и там про гепарда трек, это новый какой-то Цигу или Ци... Да-да-да-да. Цика, Цику. Я вообще так кайфанул безумно. Я раньше думал, что я никогда не буду слушать этот мамбл-рэп, и типа новая школа мне не кайфанул. А я прям еду, я прям ворвался в этот трек. Мне очень понравилось. Смотрите. Реально понравилось, понимаешь? И то есть почему бы не снимать о фрешменах? То есть, ну это же, это тоже хип-хоп, кому бы как это не нравилось. А тем более, да, уже есть аудитория. Ром, ты готов сейчас кайфануть от Нойз МС? С удовольствием. Это человек, Андрей, который очень с тобой похож, между прочим. У вас одна фамилия еще, и его очень много в кино. Они очень похожи. Они очень похожи, реально. Это его брат, Господи. Да, их фамилия Алексеев у обоих, понимаешь? А я, кстати, только на днях... Мы ждем открытия. Только на днях... Еще отчества у них одинаковые. На днях продал дом в Ярцево, откуда, собственно, Нойз МС и был вот так вот. Теперь я почти что не земляк Нойз. Очень, кстати, такие дельные вещи в вашем канале говорят. Ну вот это я и хотела сказать. А сейчас у нас Нойз МС, следы на спине, друзья. И мы скоро вернемся. Честь дома в Ярцево. Пожалуйста, сейчас будем смотреть. Возвращайтесь к нам. Друзья, мы продолжаем. Лиза Калинина, Майк Войс в студии. И у нас в гостях сегодня Рома Жиган, Андрей Алексеев, ребята, которые создали фильм «Биф русский хип-хоп». И чтобы не томить, ребята, сейчас у нас появится трейлер, там небольшой буквально минутка, и звук, и картинка. Давайте врубаем, посмотрим. Прям вместе будут, да? Вместе, да, мы будем комментировать. Давайте-ка. Давайте, друзья, полетели. Все красиво, все круто. Кого мы увидим? Басту. Решили без звука? Решили немое кино? А звук еще? Звук есть, есть, есть. О! В немое кино. А не, 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 знаешь, как это работает, Ром? У меня-то звук есть, я в наушниках сижу. А у тебя нет. В эфире все есть. Кто-то подготовился. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Леща в студию. Слушай, ну трейлер крутой. И вот эта вот художественная линия, где скинхеды появились, это, конечно, очень сильно разбавило фильм. Он, дядя, 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 дядя шеф. Серега, Иван, все. Дядя шеф, дедушка шеф. Баста. Слушайте, мы пока смотрим трейлер. Два момента, я забыл спросить-то. Про скинхедов вы обязательно тоже скажете, это интересно. А второе, вы же говорили еще про дниграшен-босса. Который как бы такой, но совсем не такой. Да, хороший парень. А всем же интересно, вот какой на самом деле. Все, суперадекватный пацан. Ну, интригу мы, наверное, все равно сохраним. Нет, срывать маски не нужно. Ну, он один из главных. Персонажей. Да, да, да. Ну, он тоже, он же с детства там в хип-хопе. Он прям, прям. Один из главных персонажей. Где? Вообще везде. Да не, брат. После Влада Валова. А, нет, после Влада Валова. Я думал, ты просто... Просто, просто, это просто... Я думал, ты на святое замахнулся. Смотрите, еще мне интересно, очень классная линия. Тоже небольшую такую тайну откроем. Вахтанг классный персонаж у вас в кино, да? То есть такая задумка, он как раз там битбоксит. Он связывает кусочки, да. Вот эта музыкальная часть, конечно, это вот отчасти на нем. Да. Как вообще с ним работалось? Вахтанга знаем очень давно. Дружим и с человеком очень комфортно всегда. Не знаю, любой, любая творческая какая-то идея. Большой друг страны, Франш, да. Он очень крутой. Мне нравится, что делает Вахтанг. И не вставить его, это было бы, ну, просто огромной, не знаю, там, ошибкой и преступлением. Потому что, во-первых, он второй, по-моему, в мире по битбоксу. Да, на чемпионате мира. На чемпионате мира он второе место занял. Прогремел в свое время очень. Я считаю, что если бы он вот эту свою кавказскую, которую с дудуком делает, сделал бы на, ну, в финале, он бы первое место бы занял. Он там немножко пошел, мне кажется, опять же, я в битбоксе нифига не понимаю, но если бы он сделал вот эту его коронную, как бы, тему, он бы забрал бы первое место. Потому что такого в мире вообще никто не делает. Вообще никто. Да, ну, ты хочешь что-то спросить, да? Да, хочу очень спросить. Я когда-нибудь тоже что-то спрошу. Ну, правда, интересно. Рома, ты же еще как рассказчик в фильме, да? Это, вот в какой момент вы уже поняли, что нужна такая связка? Слушай, на самом деле поняли... Насколько тебе комфортно было в этой... Закадровый голос сделать, просто закадровый голос и перебивать это все. Но это бы не было, так, скажем так, доходчиво, да? Потому что все равно, когда есть рассказчик, есть человек, который вещает об этом, это уже как-то заходит немножечко ближе, ближе к народу. А закадровый голос все равно, какая-то вот тайна, кто там это говорит, кто это, что... Ну, то есть подумали и есть, я опять же повторю, есть креативные директора, которые сказали, ну, давайте попробуем так, ну, окей, давайте попробуем. То есть, чтобы вы понимали, работа Биф, это не я там и Андрюха вдвоем, это целая команда людей. Это начал я через какие-то там пару лет, там тройку, появился Андрей в проекте, да, мы поговорили, решили дальше заниматься, мы проработали тоже много лет. Потом появился Андрей Зубов из компании База, это как раз на переломном моменте, когда нас пригласили на ММКФ, и мы понимали, что мы не успеваем сделать монтаж. Ну, то есть помощь нужна. Да, нужна была помощь из НЕ, мы пригласили Медиаполис Базу, за что им огромное спасибо, они тоже много сделали для этого проекта. Потом, когда мы, скажем так, уже все, ММКФ не получили прокатное удостоверение и помахали рукой, у меня руки тогда вообще опустились, все стало вот так, я сказал, нафиг, короче, это все вообще. Я тогда был, ну, Андрюха помнит, я тогда был в гневе, со всеми не хотел общаться. Конечно, наверняка, да, потому что тогда я был прям вот, понимаешь, когда тебе дают такой шанс, такой шанс, люди ждут и мечтают, что у них появится такой шанс, а нам его просто дали, вот на блюдечке принесли, вот, и мы его как бы, ну, не получили в силу там бюрократии, да, сейчас говорим, говорим открыто, бюрократия, там надо неделю ждать, там справку неделю, там надо на госуслугах, там заявление туда, ну, какая-то ересь, бред, везде галочки, везде подписи, вот, мы не получили ММКФ, возможность поучаствовать там, и тогда руки опустились, и через месяц позвонил как раз таки Андрюха Зубов и сказал, братец, есть хорошие ребята, хорошие люди, профессионалы, хотят поговорить насчет фильма, давай встретимся, как бы уже терять нечего, ну, уже они предлагают домонтировать фильм, довести его до ума, все, постпродакшн, звук все сделать, а звуки мы сейчас поговорим отдельно, вот, и, собственно, давай встретимся, давай поговорим, я говорю, окей, собрался, оделся, умылся, побрился, поехали навстречу, а это прям, ну, такая прям, ну, реально, ММКФ, была некая такая потеря, знаю, что не получилось, вот, уже как бы у меня, я моделировал несколько раз там в голове, там, тему, когда мы выходим на сцену, когда нам Георгия Победоносца вручают золотого, мы всех благодарим, там, спасибо, там, папу, маму, вот это, да, а тут, как бы все, все мечты, знаешь, вот так, тулетучились, и я сказал, давай поедем, мы ничего не потеряем, мы поехали в РФГ, пообщались, познакомились с Алексеем Петрухиным, это, ну, человек, знающий, что такое кино, не понаслышке, это человек, который выпустил в 14-м году самый кассовый фильм в российском прокате, фильм ВИ, который до сих пор никто, даже движения вверх, и даже Т-34, не побили в плане первого уикенда, за первый уикенд фильм ВИ, кассовый сбор показал самую феноменальную сумму, еще до сих пор никто его не побил, сейчас, и мы, извини, пожалуйста, и мы, да, и мы познакомились, познакомились с Алексом Петрухиным, и пообщались, и он расположился все-таки к себе, к своей команде, к РФГ, и тогда мы пожали по рукам, пообщались, Андрей тоже приехал, мы все сели за круглый стол, и вот тогда начался БИФ, тогда начался настоящий БИФ, который, собственно, вот сейчас гримит везде. То есть это история, получается, вам на руку только сыграла эта ошибка? Сотноцент, я говорю, это был переломный момент, здесь все моменты, они были некие, некие такие вот переломные, и все-таки... Там вот кино о кино, как снимался БИФ, да? Да, и, собственно, ММКФ был тем самым ключиком в большое кино, именно кинотеатральные премьеры, и все, то есть это реально, нам дали просто пинок такой хороший, чтобы мы задвигались. Перед тем, как перейдем к звуку, ты сам начал с рассказчика, вот такая роль какая-то, может быть, неудобная, непривычная и прочее. Почему, спрашиваю, а ты книгу сам вот не хочешь? Не хочу. По мотивам фильма и прочее. Почему тоже спросил Биг Рашен Босс, я просто презентовал его книгу, ну как книгу там, такое, собрание сочинений Биг Рашен Босса. Представляю, на начало книги... Да-да, с наклеечками, со всеми делами, вот может правда, ну книгу, это было бы реально интересно. Я хочу, я давно думаю, у меня еще один проект, который я сейчас вынашиваю, это фильм «Делюга», это старая история. У Миши просто завязка с издательствами, он бизнес мусит сейчас в эфире в прямом. Да-да-да, мы хотим сделать, во-первых, автобиографичную книгу, а потом по ней еще и фильм снять, то есть там угоны, разбой, это как старый фильм «Детки» или «Шпана», ну то есть вся правда в фильме будет и в книге. Парни, у нас остается буквально две минуты. На что? Вообще на наш разговор. Остается, да. Меня так называют, да, «Майк Войс» две минуты. У меня короткий вопрос. Те, кто вообще не в теме хип-хопа, почему они должны посмотреть этот фильм? Почему им это будет тоже интересно? Слушай, сто процентов, кто вообще не в теме хип-хопа. Разные поколения. В Ростове на премьере случилась такая ситуация, подошел парень после премьеры, и я думал, это какая-то провокация, я думал, это провокация от хейтера. В чем подвох, да? Он подошел и при всех, «Жиган, я не твой фанат, мне твоя музыка вообще не нравится, но посмотрев этот фильм, я хочу, чтобы на день рождения моя мать пошла со мной и посмотрела его, чтобы она поняла, что для меня важно, чем я живу. Спасибо тебе большое за это». И я так на нее смотрю просто в шоке, и все в шоке. Я говорю, спасибо тебе, братик, за это. И он пожал руку и ушел. И то есть я хочу сказать вот этим то, что даже взрослые люди приходят. Я же на премьеры на «Все сам» ездил, я вижу, взрослые люди с внуками приходят и подходят и благодарят. Мы хотя бы знаем теперь, чем они увлекаются. Ведь для многих сейчас хип-хоп — это музыка наркоманов, это музыка такая несерьезная. То есть это интернет какая-то, индустрия? Я всегда говорю и этим фильмом показываем, что взять вот пример Васи Басте. Этот человек имел огромные проблемы с наркотиками, огромные проблемы, 7 лет системы. Никто не знает, что это такое, мало кто понимает, что это такое. Это люди, которые все, их восстановить не очень можно. И если бы не музыка, если бы не хип-хоп, если бы не творчество, неизвестно, что бы с ним было и было ли что-то вообще. То есть музыка спасла этого человека. У меня за плечами там три срока. У меня там история вообще похлеще. История Золушки — это чистая шляпа по сравнению с моей и Васиной историей. То есть там вообще ни о чем. Неизвестно, что со мной было бы, если бы не хип-хоп. Никто не знает. У меня 7 классов образования и несколько сроков за плечами. Вот что бы было. А сегодня я занимаюсь тем, что я люблю, что мне дает веру, стимул. И вот это и есть, наверное, формула успеха. Это вера в идею, это стремление, и это правильно расставленные приоритеты. Биф, мауфака. Ой, да. Друзья, Ром Жиган, Андрей Алексеев, все в кино. Биф, русский хип-хоп. Спасибо вам огромное. Я фильм посмотрела. Я хочу сказать, что у меня аж в конце слезы были в глазах. Насколько можно реализоваться, вот о чем ты сказала, вот в любом деле. Что бы тебе не говорили. Спасибо. Что бы ты не делал. Спасибо огромное. Спасибо. Все было сделано от души. Крутые. Да, то есть здесь не было какой-то прямо задачи, там, что-то сделать правильно. Мы делали, как мы это видим. Спасибо. Спасибо, друзья. Круто. Пока.